всем привет сегодня я снимаю для вас видео о том какие краски находятся в моей рабочей палитре для раскрасок для взрослых это пенал от белых ночей изначально он на 35 по моему полных киветок но у меня здесь уже находятся 44 красочки вот ну как видите я вам не соврала она действительно рабочая поэтому в принципе всегда находится в примерно таком виде в первую очередь хотела сказать что в основе лежит набор белых ночей который состоит из 36 цветов и он в таком белом пенальчике продавался и если вы помните вот это его наполнение я надеюсь вам все видно не бликует сильно я эту выкраску сфотографирую с нормальным освещением и выложу на яндекс диск или google drive и оставлю ссылку в описании под видео из этого наборчика у меня осталось около 17 цветов в остальном это у меня ван гог я показывала как я делал эту выкраску в видео о распаковке из красного карандаша не буду останавливаться на ней подробно здесь я вот уже четыре рембрандта прикрепила надо только выкраску сделать но мы сегодня с вами будем делать выкраску вот этой вот все рабочие палитры для этого я подготовила листик вот такой обычный вот такой вот папка такая я его расчертила но потом максимально убрала линии чтобы они не мешали а расчертила я в соответствии с тем полная эта ветка или нет так я потом вот эту палитру в таком виде вешаю на стену перед собой вот над своим рабочим столом и получается что мне удобно я смотрю на палитру поднимаю глаза и вижу как этот цвет выглядит причем ну довольно так крупно и поэтому чтобы не было удобно я уже расчертила и давайте с вами будем выкрашивать я по ходу дела буду говорить что это за цвет у меня тут есть небольшая подсказка потому что ну я могу все не помнить так и постараюсь также писать все названия на экране чтобы вам было удобно так берем обычный спрей немного увлажняем акварель принципе я перед началом работы даже если у меня уже определены цвета все равно всю палитру смачиваю ну вдруг что тут пригодится у меня приготовлена кисточка и два стаканчика с водой так и мы с вами начнем то что полные киветки это обычно белые ночи либо наливные я буду комментировать что где первый цвет это белые ночи кабми лимонный номер 203 я делаю от очень насыщенного до прям прозрачного хотя тут где полу киветки конечно наверное не получится прям сделать очень такой явный переход ну постараемся чтобы все было видно и наглядно желтые не самые мои любимые цвета но все равно они конечно нужны лимонный это соответственно холодный желтый а второй желтый это кадмии желтый средний номер 201 соответственно это теплый желтый и он нам тоже пригождается в раскрасках когда мы хотим изобразить солнечный денек или смешать с каким-то цветом чтобы сделать его более теплым более таким солнечным поехали дальше золотистая темная номер 217 тоже от белых ночей ну вот здесь хоть она и золотистая но для меня это чистый оранжевый цвет вот так он выглядит в моей палитре как вы можете посмотреть он не сильно используется но иногда нужен так дальше у нас идет ван гог пироль оранж 278 цвет очень интересный оранжевый с таким холодным подтоном вот он когда чуть размывается вот он прям становится таким прозрачным и холодным где более насыщенно он более теплый как вы видите очень необычное такое свойство и мне очень нравится часто его использую так дальше у нас тоже ван гог на плей yellow red 224 это как вы можете видеть идеальный тон кожи и при этом он без белью что для меня очень важно так как я с белилами пока не научилась работать вот этот цвет без белил и он мне очень нравится если нужна подложка для лица с дальнейшей доработкой то можно вообще просто взять этот цвет и дальше уже не особо париться с ним еще чуть-чуть вот тут вот такое когда плотный дальше у нас тоже ван гог permanent red light 370 не нашла я белых ночах такого вот нейтрального красного и в контакте советовали этот цвет я его сразу в корзину закинула и в общем-то не жалею ну вот красный оранжевый да это не моя палитра но все равно они нужны и пригождаются вот ван гог дальше у нас идет белой ночи краб лак красный светлый 313 номер дальше мне как-то не очень удобно и что это нам не помешает вот этот цвет я использую тогда когда очень хочу изобразить кровь у меня было несколько работ где вот прям такие капли крови и я не долго думая просто использовала этот цвет краб лак ни с чем его не смешивая видите вот он в таком насыщенном видео очень напоминает кровь вот так классный мне нравится так карминовая 319 номер тоже от белых ночей классный такой холодный розовый для цветов очень хорошо подходит ну а его смесь с белилами дают такие классные пастельные розовые цвета вот видите на размытии сразу видно теплый он или холодный потому что вот в таком виде он смахивает немного на теплый но нет так и последний в этом ряду это у нас дэниел смит опера пинг так насколько я поняла у дэниел смит номеров нету у красок только название цветов поэтому дэниел смит буду вам говорить только название очень красивый розовый такой вот даже неоновый можно так сказать кстати у белых ночей есть неоновый розовый который вот как раз таки и похож на оперу но этот цвет очень очень быстро выгорает ну причем выгорание это касается не только тех случаев когда работа висит на стене ну то есть под реальным солнечным светом но еще и когда она просто в закрытом состоянии лежит на нее тоже это выгорание действует но не так конечно сильно как если бы висела картинка на стене так ну давайте оставим этот ряд подсыхать я потом в конце вам все поднесу поближе и покажу и также постараюсь сфотографировать при нормальном освещении и тоже выложить на файлообменник мы с вами переходим ко второму ряду он начинается тоже с белых ночей и это розовый хинокридон 324 номер его он еще более холодный уже ближе мы подбираемся к фиолетовым не знаю почему у меня столько оказалось розовых в палитре потому что я их использую очень редко хотя нет я знаю они мне просто очень нравятся и я просто ну не смогла выбрать какой-то один из них вот мне они очень нравятся поэтому я может их и не использую но они мне нравятся и я не могу отказаться ни от одного из них вот так что вот такие у меня аж три розовых при том что розовые я использую очень редко так поехали следующее у нас это это акварель ручной работы я ее покупала с рук у девушки но сейчас у нее есть магазинчик в инстаграм называется handy watercolour я сейчас вам напишу название этого магазинчика в инстаграме вот это конечно интересный опыт и акварель ручной работы это такой вот интересный опыт и насколько я могу судить акварель ручной работы вся очень хорошо гранулирует то есть кому это нравится отлично а вот кому не нравится то имейте в виду что так как я понимаю что пигменты растираются руками естественно руками нельзя достичь очень мелкого такого заводского помола вот соответственно и так получается так следующее ван гог квинокридон purple blue 593 это одно из моих последних одно из моих последних приобретений показывала тоже все в той же распаковке очень мне понравился этот цвет я его уже везде где можно было и нельзя в общем-то применила и еще буду применять потому что он очень красивый и такой вот интересный практически не гранулирует дальше у нас белые ночи фиолетовая 607 ее номер этой красочки очень насыщенная я в последнее время ее приноровилась использовать для теней в портретах ну вот не знаю как то она подошла мне и для смесей для кожи я имею ввиду и просто когда тени я накладываю в портрете не могу сказать что я специалист по портретам вот но в последний месяц прям получилось много у меня этих портретов вот и пришлось как-то приспосабливать свою палитру и к этому тоже это у нас белые ночи ультрамарин номер 511 но тут я думаю что комментарии излишни ультрамарин он есть ультрамарин кстати кобальт я убрала до белых ночей потому что он очень сильно гранулирует вот прям очень мне нравится грануляция но то как гранулирует кобальт вот прям не зашло не знаю вот предпочитаю ультрамарин так тут одна из моих любимых и уже по моему скоро заканчивающихся веточек это эндотреновая синяя от белых ночей 524 номер очень люблю этот насыщенный такой классный синий прям такой королевский синий хотя может быть у белых ночей есть такая краска как королевская синяя я точно не знаю вот но для меня эндотреновый это вот прям такой королевский классный темно-синий очень нравится трек дальше у нас ван гог в талаблю 570 это краска в основе рабочей палитры юли бурминовой я подписана на ее инстаграм где-то там она показывала рассказывала какие цвета у нее есть и на основе вот ее палитры я побежала за этим синим в тала и ни разу не пожалела очень классный цвет так дальше идет еще одна акварель ручной работы по моему если я не ошибаюсь она тоже называлась в талаблю вот но разница есть опять же за счет грануляции в том числе не знаю как это будет видно на камеру вот но мне это видно но на чуть чуть темнее кстати ну что-то общее конечно есть так ну и следующее которое у меня уже практически заканчивается это индиго от белых ночей 516 номер индиго у белых ночей мне очень нравится но это много составная краска там по моему три пигмента поэтому вот ее мешать чем-то конечно нежелательно мне порекомендовали недавно пвц индиго и она односоставная очень хочу попробовать но думаю что вот подожду пока закончится белые ночи или тогда еще у меня есть индиго от ван гог и у них индиго если мне память не изменяет двух пигментный пигментный я пока не пробовал опять же потому что он пока есть и белые ночи вот но тоже интересно будет попробовать что что ван гога за индиго по моему них немного отличается оттенок вот такой вот такой вот индиго и тут да действительно две два пигмента у ван гога да оттенок отличается у ван гога более холодный так тем временем мы закончили второй ряд и переходим к третьему здесь у нас идет рембрандт цирулиум blue 535 номер но этот цирулиум лично в моем представлении оказался слишком теплым ну я не знаю насколько вот насколько к синим цветам это можно применить такие названия как теплый холодный потому что синий по идее весь он теплый весь холодный должен быть но я надеюсь что вы меня поймете что он чуть ближе к бирюзовому чем к синему холодному такому вот и вот это вот цирулиум от ван гог от рембрандтанта а дальше идет цирулиум от белых ночей который 503 номер и очень любят его ругать потому что он мылкий и на кисточку практически ну его очень сложно так вот жирненько набрать чтобы разнести быстро да у него есть такое но я думаю что это свойство самого пигмента из которого он сделан но сам цвет мне очень нравится я люблю этот цвет вот реально он такой вот холодный голубой для неба такого ненавязчивого или еще вот для каких-то таких мягких голубых акцентов мне кажется он очень подходит ой дальше идет мой новый любимец это ван гог текар из глин 661 и вот как вы видите он похож на цирулиум но уже с чуть бирюзовым таким оттенком и вот он тоже очень подходит для ненавязчивого неба там в каких-нибудь пейзажах с морем например или какой-нибудь тропический пейзаж вот мне очень нравится этот цвет я его сильно полюбила и он гранулирует он сам такой вот бирюзовый а гранулирует такими вот голубыми и синими такими гранулками так дальше у нас белые ночи этот цвет я думаю любим многими да это бирюзовая 507 номер тут подходит и для моря и для неба и для каких-то фэнтезийных пейзажей очень хорошо разносится и почти не гранулирует так дальше у нас белые ночи изумрудная зеленая 713 я этот цвет вот совсем не часто использую но когда нужен то нужен обычно я его использую не для травы а как раз таки когда море рисую раскрашиваю вот такой вот ненавязчивый зеленый с ноткой бирюзы но его надо хорошо в певетки повозить чтобы нанести дальше ван гог фталагрин номер 675 тоже из палитры с певеткой юлии борминовой ну она естественно использует рембрандт но я решила ван гогом это все дело заменить тоже очень красивый цвет и тоже действительно он такой морской ну и смеси фталагрин и фталаблю очень красивые дают результаты так едем дальше это у нас белые ночи и краска называется зеленая так незамысловато но она мне из всех зеленых белых ночей нравится больше всего такая она знаете вот земляная люблю такой оттенок зеленого много где пригождаются и трава и мох какой-то вот и листики так так номер ее 670 нет не правильно сказала 725 белые ночи так это у нас идет Рембрандт Хуки Грин Дип 645 не очень я довольна этим цветом но из всех зеленых которые у меня есть мне он показался наиболее как это сказать нейтральным вот когда я говорю зеленый цвет я представляю примерно вот что-то такое нейтральные тоже нужны в палитре так и следующий цвет один из моих самых любимых зеленых вот он такой классный значит это Миджела Mission Gold Shadow Green как вы видите это аналог индиго только с зеленым с зеленой истории вот кстати не очень видно на камеру мне кажется вот но подтон реально зеленый но при этом уходит прям в черный такой вот темно-темно-темно-темно зеленый классный цвет я его всем рекомендую кстати после того как я уже стала пользоваться я увидела аналоги практически во всех красках зарубежных Ван Гог Рембрандт есть аналог вот этого темно-темно-темно-зеленого и он по-моему у всех так называется Shadow Green я не уверена потому что у меня еще там на пару киветок хватит выдавить поэтому я этим вопросом еще пока не интересовалась насчет замены так тем временем мы закончили с третьим рядом и переходим к четвертому и начинается он с белых ночей с оливковой я думаю тут тоже комментировать и не стоит эта краска очень популярна и любима колористами она подходит и для листвы и для зелени и для травы сейчас когда начинаются уже осенние темы в раскрашивании это просто must have вот очень очень приятная краска так дальше у меня полки веткой здесь выдавлена Daniel Smith Green Apatite Genuine это из серии Primatec с натуральными пигментами ну на такой вот маленькой площади наверное этого вот и не будет видно но он очень классно гранулирует вот 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 там зеленый и вкрапление такого вот коричневого мне мне нравится как гранулирует эта краска но она очень очень угрывистая и мне это иногда мешает поэтому я ее не так часто использую хотя она мне очень нравится так дальше Ван Гог тоже я показывала в распаковке и тоже сейчас это одна из моих любимых красочек везде ее добавляю где надо и где не надо так это Азамитин Green Yellow 296 номер в певетке она выглядит совсем зеленой а тут вы видите насколько она такая золотистая классная так следующее идет майское зеленое от белых ночей это я уже покупала поштучно этой краски не было в наборе но я считаю что она должна быть у всех в наборе действительно майская зелень очень красивый цвет и не только для пейзажей подойдет я его и когда одежду рисую тоже его добавляю постоянно так майское зелено 745 цвет дальше идет Rembrandt Gamboge 238 номер это тоже рекомендации Юлии Барминовой и я очень рада что приобрела этот цвет везде где у меня теперь есть какое-то солнце или освещенность или еще что-то в таком духе я этот цвет теперь везде добавляю реально такой вот солнечный и золотистый такой цвет так переходим мы к ван гогу и это охра yellow окр 227 тоже такой цвет можно использовать для лица или даже для древесины я его часто использую вот такой вот ну вот как вы видите в сочетании с неаполитанской вот можно прям портрет рисовать так дальше идут коричневые у меня они от mijello сейчас расскажу немного историю значит первый цвет это mijello raw amber 563 коричневые от белых ночей которые были в базовом наборе меня категорически не устраивали лично для меня они выглядели блеклыми сильно гранулирующими вообще непонятно какими абсолютно они меня не устраивали ни один из них кроме сепии ну к сепии мы еще перейдем а вот сами коричневые меня совершенно не устраивали нужно было искать замену почему mijello это совершенно случайно получилось что в тот момент когда я искала замену была очень хорошая цена на озоне на их тюбики вот и соответственно вот в тот момент я их купила по моему пять и три в итоге три коричневых вошли в палитру вот не знаю я вам наверное сейчас покажу коричневые от белых ночей вот последний ряд но они совсем невразумительные осеянно натуральное просто ужасно набирается на кисть я бы даже сказала практически не набирается и они все как будто видите жухлые такие ну в общем абсолютно а mijello ну вот просто потому что была акция и в принципе ну качество этой краски меня полностью устраивает так вторая идет gold brown 529 она уже намного теплее такой вот прям древесный цвет теплый уютный ну а для того чтобы использовать эти тюбики я просто купила в красном карандаше кеветки поштучно единственное что по моему они их не продают в онлайн магазине только на кассах но тем не менее вот купила кеветки выдавила чуть-чуть подсушила ну подождала пока высохнут и поставила в палитру все так и третий цвет от mijello bent am 570 вот его я прям постоянно использую для дерева для для всяких деревянных поверхностей и прочее да и в любом случае когда мне нужен такой плавный переход от сепии которая сепия ну очень темная в принципе мне кажется краска то вот я всегда использую вот этот ну и как видите от mijello эти коричневые они звонкие яркие не гранулируют и абсолютно полностью устраивают так мы тем временем переходим к последнему ряду он начинается как раз с сепии от белых ночей это 413 номер ну это совсем темный коричневый причем такой вот он холодный ничего теплого в нем нету тут у меня что-то было наверное на бумаге какие-то следы остаются ну очень страшно нам же не на выставку а для себя тем более я уже эту палитру очень хорошо знаю и мне эта выкраска нужна ну только в основном для тех цветов которые я реже всего использую вот кстати один из них этот Indian red от Rembrandt 347 я его вообще почти не использую жалко просто его было убирать из палитры мне показалось что я его куда-то уж применю ну чё то как то знаете никуда я его и не применяю наверное надо что-то придумать специально для тех цветов которые не используемые лежат так это новая цвет от белых ночей kaput mortum он не из основного набора название у него конечно классное сам цвет тоже классный но мне кажется что для меня он оказался сильно укрывистым я его кстати пробовала применять в одной работе я еще ее не закончила ну вот как то у меня так двоякие остались впечатления от него так это 604 номер но в целом красивый очень красивый очень красивый выбирала между ним и переленом чтобы добавить в основную палитру вот выбрала его все таки интересный цвет и последняя красочка от белых ночей это естественно серая пейна куда же без нее то это мой такой же мастхэв как и индиго ну я вообще считаю что эти краски вот серая пейна и индиго они очень похожи и лично я даже считаю их взаимодополняемыми ну то есть грубо говоря если у вас там что-то с индиго закончилось или еще что-то вот можно взять серую пейну и ничего сильного не потеряете вот естественно у индиго будет более синий такой под тон но если саму краску набирать жирненько и она когда уходит в самую-самую темную то там уже разницы не будет самая темная серая пейна и самая темная индиго они будут смотреться примерно одинаково так дальше у меня идут три красочки от Дэниел Смит как-то я их сейчас меньше использую а вот раньше и прям по-моему я их в каждую работу пихала так и вот мне кажется что эти краски вот они как-то становятся не такими эффектными когда берутся из высохшей кюветки вот то есть когда они берутся из тюбика они наиболее такие эффектные гранулирующие вот прям перетекают а когда они берутся из кюветки ну есть конечно эффект особенно нужно больше воды добавлять чтобы была видна вот эта вот грануляция но тем не менее так это у нас Дэниел Смит Лунар Блю дальше Роуз Оф Ультрамарин это вот розовый который гранулирует в синий я постараюсь вот тут побольше воды налить чтобы это было действительно видно так и естественно мунглоу куда же без него вот мне кажется что он из тюбика вот такой более более фиолетовый что ли надо будет надо будет открыть и посмотреть и попробовать что там происходит в тюбике так сейчас водички еще добавим и последнее это тоже акварель ручной работы но она по типу оксид black от ван гога у меня есть оксид black от ван гога у меня есть лунар black от Дэниел Смит что является ну как бы аналогом да вот и у меня есть вот эта вот акварелька ручной работы и она по окрануляции мне нравится больше Дэниел Смит и больше ван гога ну вот просто потому что лично это мой выбор то есть не хочу сказать что лучше там что хуже лично мне эта грануляция нравится больше всего так тут у меня немножко вот так мы поправим все теперь я подожду пока все высохнет и вернусь к вам так друзья подсохла наша выкраска вот так она сейчас выглядит есть еще какие-то кусочки что я хочу сказать надеюсь что вам было интересно со мной делать выкраску в моей акварели вы возможно узнали для себя что-то новое или интересное и добавили несколько красок в свою корзину в художественном магазине в любом случае эта палитра не универсальна я ее подбирала именно под свои скажем так нужды она практически постоянно меняется ну вот сейчас уже конечно она устаканилась но несколько цветов я наверное поменяю вот можете для себя тоже выбирать те цвета которыми вы больше пользуетесь и оставлять их в своей палитре а те которые вам меньше нравятся убирайте из нее и все-таки периодически нужно пересматривать все свои запасы в любом случае чтобы не упустить что-то важное потому что всегда предпочтение меняется а место в палитре ограничено к сожалению вот так спасибо за просмотр будет обязательно видео по всей моей акварели это естественно не вся моя карель будет обязательно будет правда отдельное видео по пастельный оттенкам и отдельное видео по блестящей акварели вот ну и по обычной акварели у меня есть еще что что вам показать Спасибо за просмотр Пока-пока